Йоу-лу-пу-он-ра-кэ-нет-ту, Йоу-лу-он-йо-вэ-ла Старинная новогодняя песенка ингерманландских финнов. По тексту, почти что наша, в лесу родилась ёлочка. Валерий Тойко, чьи предки жили там, где сейчас Гатчина, помнит её с детства. Главный зимний праздник Ингерманландии – Рождество. Современный, по Пушкину, приют убогого чухонца выглядит куда уютнее, но всё так же скромно. 21 век выдают разве что свечи, тогда были лучины, и электрокамин. Ёлку тоже наряжали, но не дома, а в лесу. Был в Ингерманландии и свой зимний волшебник Йоу-лу-пуки. Это сегодня он брат-близнец нашего Деда Мороза, улыбчивый и бородатый добряк. А тогда, в 16-17 веке, у детей вряд ли бы возникло желание залезть на табуретку и прочитать стишок. Скорее спрятаться под неё и сидеть тихо. Йоу-пуки в дословном переводе – рождественский козёл. С виду злобное существо с рогами и козлиной шкурой. Непослушных детей варил в котле. Мог пробраться в дом, чтобы напиться. Или вообще съесть собственных оленей. Это был волшебник, который носил берестяную маску, мазал лицо мелом, сажей. Который носил шубу какую-то надетую наизнанку овечью, либо козлину. Главный вопрос в ёллу-пуке – хорошо ли вы себя вели в этом году, дети? Все отвечают – да. Да, а он уже знал, что к чему как. Но всё равно все знали, что он принесёт подарки. Дарил детям и ждали такого персонажа. Он заходил в дом именно. Официально новогодние праздники в России стали отмечать при Петре Первом. Сначала просто украшали ворота перед домами еловыми и сосновыми ветками. После строительства Петербурга пошла мода на уличные гуляния и фейерверки. Уже в 19 веке Рождество стало главным зимним праздником Российской империи. Наряженная ёлка появилась в каждом доме. При этом фарфоровые или даже стеклянные игрушки могла позволить себе только аристократия. У горожан победнее была другая традиция. В первую очередь в неё навешивали огромное количество различных угощений. Ну а дети что любят, да? Всякие сласти, орешки. Ну орешки, как видите, не просто так. Ещё и позолотили, бантик навязали, чтобы красиво было. Хочется сказать пончик. Это мы в России, поэтому это баранка. Да, абсолютно верно. Не просто баранка, видите, в сахарной глазури, чтобы вкуснее было. Ещё одна примета Рождества в Российской империи родом из Германии. Адвент-календарь. Коробка с ячейками. Каждая пронумерована по календарной дате декабря. Внутри приятные мелочи. От конфеты до игрушки. Так создавалось предпраздничное настроение для детей. Да и для взрослых тоже. Так уж совпало, что выпуск нашей программы «Пульс города» будет в пятницу. Это как раз 24 число. Можно ли открыть, посмотреть, что приготовил нам адвент-календарь. Загляните туда. Из другой эпохи. Ангелочек. Очень символично. Почему? Так как ангел – это один из рождественских символов, который принёс благую весть. Если Рождество до революции праздник исключительно семейный, проще говоря, для детей, то сам Новый год – праздник исключительно светский, проще говоря, для взрослых. И ведь было куда пойти. Эта газета «Вечернее время» от 31 декабря 1912 года. Лучшие залы и ресторации приглашают к себе гостей. Большинство из них, разумеется, располагается на Невском проспекте. Обычай встречать Новый год в кругу семьи отходит в прошлое. Почему-то потребовалась в этот вечер другая обстановка. Ресторанный зал, переполненный незнакомой толпой. Музыка, феерическое шествие и несмолкаемый звон бокалов. Теперь любит напиться основательно и долго потом вспоминать новогоднюю попойку. Итак, что же могла предложить столица Российской империи в начале века? В ресторане «Вилла Раде» – помпезная встреча Нового года, как в Париже. В ресторане «Кантан» – ужин, оркестр и бесплатная лотерея. Малоярославец приглашал на открытие Большого Нового зала. А в слоне к шампанскому подавали живую гатчинскую форель. Эх, были же времена. После революции новогодние праздники отменили, как пережиток прошлого. До середины 30-х, 31 декабря – обычный рабочий день. Потом снова разрешили, но тихо, по-домашнему. В Ленинграде с размахом отметили только новый 1937 год. Большой террор тогда совпал с 20-летием октября. В конце 30-х на праздничных столах снова, со времен Российской империи, появились мандарины. Главным союзным поставщиком стала Абхазия. А потом символ Нового года стали везти и из Африки с сухогрузами из Марокко. Еще одна примета советской эпохи – праздничная новогодняя открытка. У коллекционера Юрия Камболина собрание, страшно сказать, 100 тысяч экземпляров. Но самые узнаваемые картинки в стиле «Союзмультфильма» от художника Владимира Зарубина. Для мира открыток – это что Пушкин? Наше все. Вы читаете, что написано наоборот? Иногда читаю, но вы знаете, с древолюционного времени пожелания одни и те же. Здоровье, счастье. Правда, до революции молодым дамам еще желали хорошего жениха. А в советское время? Да, до революции еще желали деньги. Сейчас деньги не желают почему-то. Хотя, наверное, необходимость в них тоже есть. Как будут отмечать Новый год через 100 или 200 лет, сегодня предсказать невозможно. Скорее всего, это будет праздник в виртуальном мире с дополненной реальностью и искусственным интеллектом. И это не технологии будущего. Мировые звезды уже готовы выступить на любой вечеринке. Правда, в виде голограммы. Скорее всего, в будущем бой курантов можно будет встретить где угодно. В любой точке мира или вообще на другой планете. И с кем угодно. Хоть в компании любимых знаменитостей, хоть в компании вымышленных персонажей. Но при этом хочется верить, что наши любимые новогодние традиции никуда не денутся. А наоборот, получат новую жизнь. И мощные 3D-принтеры будущего будут печатать нам бесконечное количество тарелок с оливье. А бокалы с шампанским будут сами прилетать к нам в руку. Например, с помощью гравитационного поля. Ну что ж, снова мы с 2222 годом. Александр Лисицын. Пульс города.